195 тысяч визитеров и 10% нарушителей. В Грузии подводят итоги года либерализации визо-режима с ЕС. Положительных моментов немало, но и трудности тоже есть. Анна Астасиаде продолжит. Ровно год назад страна получила так называемую визо-либерализацию, возможность без виз посещать страны шенгенской зоны. За это время данной привилегией воспользовались свыше 250 тысяч граждан Грузии. Однако на данный момент по истечению года и правительство страны, и ее граждане обеспокоены тем, что данная привилегия может оказаться под угрозой исчезновения. Европейские страны в последнее время все чаще выражают недовольство количеством просителей убежища из Грузии, которое за 2017 год выросло на 35%. А за первый месяц этого года грузины подали рекордное количество запросов на предоставление им убежища в странах Евросоюза. Почти две тысячи. Франция, Швеция, Исландия, но особенно Германия крайне обеспокоены такой тенденцией. Не раз звучали заявления, что не исключается задействование механизма при остановке безвизового режима. Это является огромной ответственностью. И те шаги, которые сегодня предпринимают власти Грузии, в том числе направленные на то, чтобы максимально избежать роста количества нарушителей безвизового сообщения, без отлагательства дадут результаты. И, безусловно, мы сможем сохранить это огромное благо. Очень важно, чтобы каждый гражданин дорожил этим большим достижением. Фамилию в Грузии в 2017 году сменили почти 8,5 тысяч человек. Большинство – женщины. 59 из них сменили фамилию за год даже дважды. Некоторые депортированные из стран Евросоюза делали это, чтобы снова поехать в Европу и попробовать там остаться. Поэтому власти решили усложнить эту процедуру. К тому же расходы на реадмиссию человека теперь возлагаются на него самого. Чтобы предотвратить незаконную миграцию, то я думаю, с одной стороны, Грузия должна как-то ужесточить определенные меры для своих собственных граждан, чтобы собственные граждане, именно покидая границу Грузии, они в пограничных пунктах предъявляли документы о цели поездки, документы об обратном билете. И, значит, где в этом случае они остановятся на территории стран Шенгенского соглашения. И, с другой стороны, именно пограничные службы европейских государств также должны требовать от граждан Грузии, например, на цель поездки, документы о приглашении, если это деловой визит. Добросовестные граждане негодуют. Неужели из-за нескольких тысяч нелегалов у них отнимут возможность без виз посещать страны ЕС? Власти страны обещают, что этого не случится. И Грузия еще не раз отпразднует эту дату новыми поездками и открытиями.